Девушки отдыхают Детишки рассказывают шлоки Запомни хорошо эту шлоку Кто еще запомнил, говори А ты помнишь? Кто еще помнит, ребята, говорите? Кто еще помнит, ребята, говорите? Это шлока из Упанишады Упанишады что значит? Опа значит рядом Нишад то, что помогает нам приблизиться к Багавану Поэтому данное описание называется Упанишады Слушайте внимательно Если кто-то хочет постичь Господа Связанные с Ним истины Действительно есть такое желание То, что нужно делать Объясняется в данной шлоке Даже в этом материальном мире У всех есть гору Кто учится воровать Есть наставник у него Если человек пьет Он тоже где-то это подсмотрел Сначала он мог отказываться Говорит, нет, нет, я не пью Да, что там, давай, по чуть-чуть И постепенно он спился Из-за дурного общения Даже те, у кого есть дурные привычки Научились этому от кого-то Даже если дети учатся сами по книгам Без опытного гуру Они не смогут во всем совершенстве Обладеть знанием Поэтому гуру необходим Даже для обладевания материальными знаниями А что уже говорить О познании Всевышнего Который именуется Адхокшиджа Адха ниже То есть означает, что Наши чувства, которые мы постигаем Материальный мир Ниже, чем Господь Поэтому Господь Поскольку находится выше За пределами наших чувств Не могут быть постигнуты ими Например У наших всех чувств Есть ограничение, лимит Мы не можем перейти Выйти за лимит наших чувств И использовать их для постижения Господа Сам Брама признается в этом Ранее он думал, что Кришна Обычный мальчик, который кушает Остатки своих Остатки пищи своих друзей Поэтому он украл целят И мальчиков-пастушков Кришна А после этого Брама вернулся к себе на Брамалоку Но Кришна уже побывал там До него И Кришна в облике Брама сказал Я вернулся Но возможно какой-то самозванец Захотеть проникнуть на Брамалоку Не пустите его Сюда Кришна сам это сказал И вошел на Брамалоку Под обликом Брама И когда настоящий Брама Вернулся на Брамалоку Его собственные охранники сказали А ты кто такой? Наш прабу, наш господин внутри Правду он сказал Какой-то самозванец Попытается проникнуть на Брамалоку Так настоящего Брама Не пустили Прогнали из его собственной обители И Брама удивился Кто мог Сесть на мою астну На мой трон Слушайте внимательно Сам Господь занял его трон Затем Брама спустился обратно Туда, где он украл Целят и мальчиков-пастушков За это время прошел уже год Но Лилы Господа продолжались Хотя Брама украл И теляты мальчиков-пастушков Кришна проявил их И теляты-пастушков Поэтому Лила не прервалась И Брама увидел В этих мальчиках-пастушках И телятах Четырех рукого Нарайана Причем не одного А множество И он так удивился Я думал, что есть только один Нарайана От которого я произошел А здесь только Нарайан О, наверняка тот, кто их проявил Это пра-пра-пра-отец То есть источник всех Нарайан Всех воплощений Господа Даже Копал, который находится у нас дома Он не маленький На самом деле он большой, великий Он источник всего Поэтому Брама признался После этой Лилы Я творец мироздания А вы обычные души У вас одна голова У меня четыре Но даже я, сам Брама Творец материального мира Признаюсь вам Янанта Эва Янанто Не могу я постичь Всевышнего Во всей полноте Кто-то говорит Да знаем мы Кришну Что он делает Коров пасет С гопи играет Одежду их крадет Срешает раз за Лилу Но Брама говорит Нет Можно пересчитать песчинки Капельки дождя Но постичь величие Величие Бхагавана Невозможно Не так-то легко Постичь Господа Это очень-очень трудно Но в Панишадах Объясняется Если кто-то все-таки Хочет изучить истины Связанные с Господом Кому он должен обратиться Что он должен сделать Чтобы его постичь Сейджаны Только если сам Господь Захочет раскрыть себя Можно будет в какой-то степени Узнать нечто о нем Иначе это невозможно И как это сделать Как завоевать расположение Господа Нужно обратиться к Гуру Татвикгьянардхам Чтобы изучить Духовную истину Если вы хотите изучить Бхагават Бхакти-видди То есть знания Видди связанные с Бхакти С преданностью Что следует делать Сагуру Вабхи Гачхет Необходимо принять Прибежище у гуру Духовного учителя Нужно быть осмотрительным И выборой Духовного учителя И выборой той воды Которой мы пьем Высказывания То есть не каждого Можно принять Своим духовным наставником Ведь разве мы хотим Принять наставника Который кушает Лук Чеснок Курит Ест мясо Такой духовный наставник Нам нужен? Конечно нет Не такой Уистинный гуру Как настоящий доктор Дает строгие наставления Например Если пациент придет к доктору Врач пропишет ему и лекарства И также скажет От чего нужно воздержаться Что исключить из пищи Потому что если принимать Только лекарства Но не менять свой рацион питания Не менять свой режим То лекарство может не подействовать Должным образом Поэтому гуру также и дает Какие-то ограничения И в выборе духовного наставника Следует быть очень осмотрительным Так же как в выборе того Что мы пьем Того что мы едим Как же определить истинного гуру? У гуру есть два призрака Замит панишратриям браманештхам Когда мы приходим к гуру Мы должны Когда мы поняли Что гуру истинный Мы должны прийти к нему Со шратхой Со сферой Сферой Итак Какие два признака У гуру Которому мы можем Вручить себя с верой Первый признак Он знает все шарствы Все священные писания Потому что если он не знает этого И мы задаем ему вопрос И гуру же не может Должным образом Ответить на него То у нас возникнут сомнения В духовном наставнике Поэтому что нужно делать Принять прибежищу того гуру Который знает все писания Но это еще не все Это всего лишь внешний признак Татасха лакшина Внешний признак И второй признак Сварупа лакшина Уже внутренний Главный признак Сварупа лакшина Татасха лакшина Это еще не главное Это просто внешнее обозначение Внешнее определение А вот подлинный признак, главный, внутренний, называется сваропа лакшина. И в чем он заключается? В том, что гуру совершает сам баджин, духовную практику. Не так, что он дает наставление, а сам ничего не следует, не совершает баджин, не придает ему значения. Конечно, нет. Такого гуру мы не примем. Поэтому самый главный признак, чтобы гуру сам совершал баджин, духовную практику, чтобы он 24 часа был погружен только в трансцендентное, в катху о Господе, в его лилах, памятование того, что связано с Всевышним, совершал только бхакти, только был предан Господу, и ничего другого в его жизни не было. Вот такой гуру является истинным. И к такому гуру мы обращаемся с подлинной верой. Саматпани Шритриям Брама Ништам. К тому, кто знает все писания, и у кого есть Брама Ништха, то есть он и совершает баджин, и у него также есть Багават Анубутти, определенная духовная реализация. Вот у такого гуру мы принимаем прибежище. Гуру Таттва описывается в том числе в нашем сборнике шлок, который называется Гаудья Канхакара. Что означает название? Мы именуемся Гудья Вайшнамни, последователями Махапрабу, с одной стороны, а с другой стороны Гаудья указывает на Гури, на Шримати Радарани. Гаудья Канха Хара, сборник шлок. Если мы действительно хотим стать Гаудья, то что необходимо сделать, это ожерелье сборник шлок сделать своим ожерельем. Канха это шея, Хара ожерелье, то есть Гаудья Канха Хара, сборник шлок, который Гаудья Вайшнамы носит на своей шее, как ожерелье, как драгоценное украшение. Люди носят разные украшения на своих шеях, а что должно стать нашим украшением? Шлоки. Веда, Пурана, Бхагаватам. Цитаты из них приведены в этом замечательном произведении Гаудья Канха Хара, сборнике шлок. Вы очень благословлены, удачливые детишки, что можете учить эти шлоки. Стихи из писания. После катхи, после лекции, идите, пожалуйста, к Шимананде Прабу, он даст вам вторую шлоку для запоминания. Запишите, пожалуйста, себе ее в тетрадочку и выучите. А вы, те, кто постарше, тоже запоминаете шлоки? Возьмите тетрадочку, ручку и записывайте в шлоки. Затем учите. Не будьте безнадежны, не теряйте надежду. Мы уже в возрасте, как мы можем учить шлоки? Нет. Бхактиваданта Свами, Махарадж, которого в Исконе называют Прабхупадой, знаете, в каком возрасте поехал проповедовать в Америку? 70 лет. 70. В этом возрасте он поехал проповедовать в Америку. И как он проповедовал Хари Бхакци? Весь мир был поражен его обширной, успешной проповедью. Если мы хотим проповедовать Санат Надхарму, у нас должно быть такое же настроение, такая же Бхавана. очень решительная. Во время путешествия у Саня Махараджа трижды был сердечный приступ. Не было денег. Он просто приехал, сел в парк, взял с собой караталы и начал, сидя в парке, воспевать святое имя. В парке были хиппи, они пили алкоголь, принимали одурманивающие вещества, курили их. Каково могущество святого имени? Постарайтесь понять этого. Просто слушая Харья Кришна Махаманду, они изменились. Как обычно ведут себя подвыпившие люди? Слыша музыку, они начинают пританцовывать. Поэтому в парке те, кто слышал с вами Махараджа, начинали даже танцевать. Думаю, ничего себе, какие-то новые мелодии. Раньше мы такого не слышали. Материальное опьянение постепенно снижается, но опьянение духовным блаженством только-только возрастает. Цитата из Батчины, где обсуждается, кто же настоящий пагал, настоящий безумец. Кто-то безуменно за жены, кто-то из-за других материальных аспектов. Но кто настоящий пагал? Банги Пихари, потому что именно он опьянен в высшей степени. Его опьянение трансцендентным подлинное. Итак, слушая Харья Кришна Махамандру, те личности, в уши которых проникало святое имя, постепенно менялись. Они оставляли наркотики и посвящали себя духовной практике. Стали носить шейхи, канцемалы, ставить тилаки во Вриндаване. Посмотрите, англоговорящие, преданные, носят ходи, следуют духовной практике. Некоторое время во Вриндаване я совершал парикрамо, и каждый день видела, как сто англоговорящих преданных из разных стран мира, в том числе матаджи, женщины, брали караталы, как это называется, мариданги, и совершали ежедневно парикрамо по всему Вриндавану. Поэтому именно это опьянение духовным является истинным, а не опьянение материальными одруманивающими веществами. Вы постараетесь сами вкусить этот опьяняющий нектар преданности Господу и раздать его другим. Хануман, Мирабай были опьянены, Туласедас, были погружены в нектар преданности Богу. И мы должны следовать их примеру. Ведь многие хотят стать известными киногероинями, актрисами. Но слава обычных материальных звезд через какое-то время снижается, о них забывают. Шридеви, известная личность была в Индии. Кто сейчас о ней вспомнит? Всего лишь некоторое время, несколько лет, десятилетий эти личности известны, а затем и популярность снижается. Поэтому вы стараетесь стать таким героем, как Хануман, как Мирабай, Туласедас, Дрова, Прохлада. Возьмите их за пример, за образец для подражания. И тогда ваше имя действительно станет бессмертным. Вы станете подлинным героем. Аплодисменты. Йоги, Моди. Есть много известных личностей, но когда следующие выборы пройдут и сберут другую личность на пост, кто-то вспомнит вообще о Моди? Да нет, скорее всего. Какое бы возвышенное не было положение в этом материальном мире, слава связана с этим положением, непродолжительная. Если вы действительно хотите обрести славу, стать настоящим героем, следуйте духовной практике. Те, кто учат в шлоке, это замечательно. Я стараюсь вас вдохновить на это, чтобы вы изучали стихи, слушали Харикадху, проповедовали своим соседям. И таково настроение всех и ути вайшнавов, настроение Махаправбо, в том, чтобы однажды его имя будет звучать, желание Махаправбо и предсказание Махаправбо, что однажды его имя будет звучать повсюду, в каждом городе, в каждой деревне. Кришна в Гите также признается, кого Он любит больше всего. Кришна говорит, кто Ему наиболее дорог. Есть шлока в Гите об этом. Кришна говорит, те, кто проповедуют Мое вани, Мои наставления, те, кто говорят Кадху обо Мне, такие личности наиболее дороги Мне, проповедники. Прабхупана Сарасвати Дакур говорил, что люди могут открывать многочисленные школы, больницы, но пуни, благочестие, которое они обретут, не сравнится с пуни, благочестием, которое обретет тот, кто хотя бы одну душу привлечет на путь духовности. благочестие. То есть благочестие от мирской благотворительности очень обширной не сравнится с благочестием, которое мы обретаем, помогая даже одному человеку начать совершать баджан. Таковы слова Прабхупады. Ведь когда мы помогаем людям в материальном смысле, что мы даем? Одежду. Одежда через какое-то время испортится. Еда, которую мы даем, закончится. Лекарство может не подействовать. Сейчас коронавирус, не любое лекарство подействует. Но когда мы помогаем, раздавая бхакти, помогая, вдохновляя душ совершать баджан, то что они обретают? Кришна говорит об этом Марджуне. Они, души, могут отправиться в духовный мир только совершая баджан, духовную практику. А когда они достигают духовного мира, то все их страдания, все беды заканчиваются. Поэтому настоящая помощь это проповедовать, помогать другим вступить на путь духовности. Это подлинное дое, истинное милосердие. Поэтому я стараюсь воодушевить вас на то, чтобы вы изучали стихи, записывали их, запоминали и проповедовали. Те, кто помоложе, могут учить несколько шлок в день, две-три. Те, кто постарше, уже в возрасте, и кому сложновато запоминать стихи, можете учить одну шлоку два-три дня. Ничего страшного, не переживайте. Чай.